Смотрите, на меня довольно большое влияние оказала встреча с Эрнаном Вихи. Это был министр экономики в правительстве Пиночета. И он считается отцом экономического чилийского чуда. Он в действительности со своей стороны, никогда не читая Ленина, пришел примерно к тому же, к тем же тезисам, как и Ленин, в определении того, что является революционной ситуацией. Только он больше думал про экономику, конечно, а не про партию. Но это в целом. Меня очень купила его вот какая мысль. Что хорошо одному, не обязательно подойдет всем. Но что подходит всем, скорее всего, подойдет одному. Значит, за исключением Китая, который демонстрирует сейчас какой-то отдельный пример, и с моей точки зрения пока рано рассуждать о том, что там в действительности происходит, за исключением Китая, повторяю, в мире нет примеров, когда бы страна добилась успеха вне либеральной модели развития экономики и вне демократии. Вот для начала, как минимум, нам нужно вернуться в русло демократического строительства, конкуренции, снижение роли государства везде, где это только возможно. Вот это как бы хирургическая операция. После того, как эта операция будет произведена, можно будет говорить о реабилитации. Потому что в данном случае национальная идея – это вторичное. В конце концов, самая мощная экономика, которая сегодня есть на свете, экономика американская, какая там национальная идея? Это идея свободы личности, свободы предпринимательства. И этого оказалось достаточно, чтобы построить такую большую страну. На самом деле, я, вот если представить себе колонну противников поиска третьего пути, то я стою во главе этой колонны. Я считаю, что нет ничего более опасного и вредного для нас, чем попытки изобрести русский велосипед. Вот для начала нужно взять тот велосипед, на котором ездит весь мир, попробовать его под своей мягкой точкой. А потом посмотреть. Вот если что-то там не нравится, отлично, можно будет поменять. Покрасить его в любимую цвета хохломы или дымковской игрушки. Но сначала то нужно сесть на этот велосипед. Продолжение следует...